всем привет вы на канале пользы нет стримы меня зовут саня основной канал пользы нет и здесь только подробные обзоры с четким желанием сэкономить вам средства почему потому что что в обзорах что в рекламе мы часто и я и вы видим заявление которое мне лично довольно кажется странными очень часто смотрите у нас с вами вот такой смартфон на руках это пока x6 пока x6 про мы уже гоняли на стриме сегодня мы погоняем чуть-чуть пока их 6 вы скажете сани а зачем ему гонять он же стоит всего 19 тысяч рублей стоил потому что сейчас уже 21 всем еще раз привет не забывайте про жать лайк подписаться и рано или поздно тот смартфон который вас интересует будет на подобном стриме чтобы вы понимали вот у меня в перспективе нубе а потом о папа индекс 7 ультра помимо этого еще разумеется будет м6 провод пока я уже купил из 24 с 24 ультра и система моего канала довольно проста я рассказываю вам о девайсах показываю тесты делаю свои негативные выводы и вы делаете свои позитивные если вы продавец конечно же вы меня тихо ненавидите если вы покупатель я попытаюсь вас убедить чтобы вы не переходили со своего устройства на следующее устройство если в этом нет необходимости если необходимость переходить допустим с прошлогоднего айку z8 с смешно но это пока их 6 новый 5g если смысл переходить сайку z8 с нет то есть хотя процессор другой это сразу вам спойлер вышел год назад все равно смысла переходить нет они одинаковые просто нейминг у qualcomm а такой если говорить про само устройство всем кто все еще живет в курсе 50 рублей за доллар или 70 рублей за доллар напоминаю что сейчас 100 рублей за доллар тире 95 0 и и это значит что все эти устройства которые вы видите вот это устройство за 200 долларов это такое же устройство как в прошлом году или когда там полтора года назад когда был курс 50 за 400 долларов и устройство ваше за 400 долларов которые вы покупали за 20 копейками тысяч намного круче чем это так что мы танцуем от того что у вас уже погибает очень очень пожилой смартфон и вы пошли посмотреть на ютюбе обзора вы посмотрели обзоры пришли ко мне пообщаться со мной на стриме чему я безумно брат и вам благодарен разумеется у меня будет полноценный обзор на этот смартфон возможно обзором одним кадром обзор одним кадром не будет это когда рассказываю про смартфон держа его перед собой потому что не не то здесь камера и вы сейчас поймете о чем я обзор на него полноценный будет на основном канале польза нет завтра сегодня был обзор на пока x6 про и что сделали пока фаны пока фаны и пока пока когда люди люди которые отвечают за производство пока две недели назад его выгрузили по космическим ценам в итоге скидывали буквально три дня назад по довольно лояльным ценам в долларом эквиваленте он выходил в моей телеге скидок можете посмотреть 19000 рублей он торговался то есть это прист примерно 190 долларов а я знаю что микрофон в кадре если он вам мешает я могу это дело исправить напоминаю что меня зовут саня тесты всегда максимально топорные я думаю что это вам импонирует почему потому что как бы вы ко мне не относились согласитесь в онлайне при вас мало кто гоняет в таком объеме во всяком случае девайса также как мало кто ходит со смартфонами и показывает вам основные модули как работают на одном и том же лице в одних и тех же локациях и нет я не устану я думаю еще много лет не устану посмотрим а если говорить об этом с марте почему мы начали вообще стримы вести вы заметьте маленький канал мой новый канал основной канал пользы на 438 тысяч подписчиков возможно по уму бы было там проводить стримы возможно по уму оставить на твиче ну на твиче у нас отваливался звук а если говорить про давайте девайс внешне вот вы сейчас его видите я сейчас перепроверю как это все дело выглядит для вас и потом со всеми поздороваюсь внешне он выглядит по мне очень даже презентабельно и сказать что у него какие-то там неприятные моменты нет рамки у него достаточно маленькие у него маленький подбородок обратите внимание минимальный фронталка дальше меньше чем у некоторых топовых айкушек вот и в целом по претензии по именно девайсу по внешности у меня мало да у него безумно марка задняя тыльная часть из пластика да у нас довольно сомнительная вот это вот то что он лет но это бюджетник это 190 долларов позавчера при курсе 50 рублей за доллар там ok 60 это 11 тысяч рублей все вы в своем сознании это зацепили и дальше танцуем что это такое здесь у нас миниджека нет у нас здесь стерео нет миниджек наверху точнее а у нас здесь стерео инфракрасный порт то есть все порты у нас в наличии напоминать что это не обзор мы сейчас пришли чтобы его прожарить прожарить у меня есть идея какая то есть я слышал на ютюбе где-то что он может в геншине 15 минут на средних настройках прожить мы хотим это проверить посмотрим как у него яркость как она сбрасывается в общем все стандартно чтобы при вас было потому что потом опять форумах напишут что у меня какой-то брак я не там купилку покупала на алиэкспрессе уже пришел мне также как м6 про если интересно будет и на м6 промо тоже будем с вами делать обзор но это уже другая история вот сейчас мы будем проверять экран экран по яркости кстати получается вообще прелесть цвет блеск красота это у нас в отличие от айку шик amoled и вот смотрите он сейчас ярче ярче чем пока x6 про это факт то есть он на данный момент вот просто в яркости на максимуме ярче чем пока папа сейчас сбросил ярче чем пока m6 872 если мы включаем авто яркость и врубаем то вот что происходит вот что будет происходить когда вы будете выходить на солнце вы понимаете для чего нужен стрим вот зато потом он врубает смотрите пол 1700 это выше чем пока x6 про потом он идет и думает нет 900 люксов что он дальше думает дальше он опять накидывает но кстати ведет себя лучше чем пока x6 про который просто сбрасывает в 300 люксов и никуда не возвращается я хочу отметить что еще пока x6 осмотрел обзор у кого-то глючил датчик приближения по сравнению с покой 6 pro здесь он вообще не глючит у пока x6 про все вообще печально в этом смысле то есть у пока и 6 pro отрабатывает датчик тридцать раз и 100 здесь отрабатывает датчик 90 раз и 100 я сейчас кстати при вас покажу как он отрабатывает не то что горизонтальный не то что вертикально он горизонтально даже отрабатывает 1700 люксов эта яркость больше чем по хрик 6 прав и кое-что я пока их 6 протестировать 1800 люксов 1900 2000 люксов то есть вот вот этот смартфон молодец он может работать у вас на ярком солнце легко 860 люксов у него номинальная яркость следующий момент давайте по поводу как раз звонков датчик приближения 1 датчик приближения 2 датчик приближения 3 датчик приближения 4 вот сейчас не сработал видите сейчас он не сработал х вот сейчас сработал сейчас сработал сейчас работал сейчас работал сейчас работал под углом 1 2 3 то есть по датчику приближения здесь насчет x6 про я уже показывал здесь у меня вопросов ну бери реально если честно нет то есть если он подглючивает вот мы опять звоним то я не знаю в каких он ситуациях глючит и в каких под каким углом его надо вести чтобы он не отработал хотя датчик приближения один и тот же с этим делом мы закончили правильно про always on display на 10 секунд крайне унизительные мы тоже забыли потому что что есть то есть не забываем про жать лайк за труды кто пришел всем огромное спасибо что дошли я понимаю что я экспериментально все это дело включил никто не ожидал что сейчас никто не ожидал наверно что сегодня я говорил что сегодня планирую времени у меня не так много но я думаю мы быстро очень сильно разберемся ночи один раз не сработал данного просто не в этом вопрос в том что я сказал что он у меня работает лучше чем пока их 6 про давайте еще раз раз два давайте 10 раз 3 4 5 6 7 8 9 до 10 ну вот я говорю я что вижу то вижу понимаете то есть еще раз друзья я за хейт ну то есть не за хейта кейзра за конструктивную критику потому что реклама она везде вот и если бы он включил как пока их 6 про я бы так и сказал просто чтобы мне не говорили что это одинаковый бренд вообще и то и другое приобретала если братья чтобы брать я бы его не брал я бы брал другой смартфон однозначно и кушку какую без бендов по я постепенно вы придете почему но датчик приближение здесь не глючит потом если говорить про зарядку я не знаю я его гонял несколько раз на зарядке вот и у меня не получилось что он заряжается за там 40 минут что-то у меня получается 55 54 56 вы скажете ну какая разница 40 минут или 56 я скажу что 30 процентов разница и 67 ватт зарядка до этого было 33 может быть если какой-то другой зарядкой заряжать будет как-то по-другому но опять же опять же вот такая вот история я уже не хочу разговаривать про форуму потому что я уже понял что эта контора купленная и но у меня сейчас слов нет если раньше лил все время на форму сейчас я друзья вас призываю смотрите на ютюбе сколько ютюберов выбирайте себе по душе добавляйтесь в их телеге и вот там намного честнее информация во всяком случае по поводу недостатков потому что утрированно если вы зайдете в телегу человека который любит samsung вы найдете много не больше недостатков для сяоми или пока чем на каком-нибудь форуме про пока там все будет чиститься при том чистится будет монументальные какие-то вещи из-за которых вы не будете их покупать эти смартфоны допустим то что они там перегреваются яркость сбрасывать потому что для многих это критично либо опять же датчики приближения еще много всяких причин по которой как через которые вас могут ввести в заблуждение как раз эти оля друзья с форумах я уже понял что формах там просто админы либо сами владельцы этих форумов это чуваки которые продают это все дела оптом и у них интерес только один разогнать тему что все в порядке ну окей у меня вот все непорядке у меня разгон темы оставайтесь на своих устройствах которые вам нравятся и только если у вас много денег можете переходить на что-то другое или еще что-то подобное смотрите по поводу антутов ских по поводу стресс-тестов по поводу нет смысла гонять в троттлинг тесте вот здесь больше 30 минут я сейчас вам объясню мою позицию дети которые играют либо я если играю я играю минимум час я не вижу смысла как разгонять меньше 60 минут с процессор почему по той причине что но это как раз маркетинг потому что большинство гоняет как раз час мало кто заходит в геншин чтобы погонять 5-10 минут правильно может быть у вас другая история но опять же если вы заходите на 10-15 минут и вы видите у кого-то часовой троттлинг тест если народу не лень ставить то вы будете знать как если вы вдруг захотите дольше играть или что-то делать или опять же там не знаю снимать у вас будут результаты почему amoled вреден для зрения из-за шима но опять же вы погуглите в интернете вы прочитаете что только 10 процентов от этого страдают опять же это те которые знают об этом мы кстати шим не проверили давайте шим проверим режим чтения выключен у нас давайте сначала без режима чтения потом с режимом чтении до классическим образом пам-пам все все видят так я надеюсь что все все видят я даже вот так увеличен увеличить чуть ближе через карту захвата никак не могу настроить нет времени мобили кстати как вам картинка или лучше через фикс у которая снимал вчера то есть это у меня чуть другой получается другая оптика все по мне в огне вот допустим в ноль прыгаем и да в итоге все хорошо он чуть-чуть подлетает но потом 10 минут включается и все 11 но это не хорошо хорошо но это вам не samsung 40 с ракетом температура в комнате не знаю сколько но сейчас я включил condition на 16 градусов он довольно быстро нагоняет он огромный на половину комнаты вот и в целом наверное можно пройтись по antutu и характеристикам смотрите как я всегда говорю для обычного использования баллов в antutu здесь до глаза и за уши 400 тысяч у тебя есть сейчас уже под 600 все огонь но то же самое касается и какому-нибудь айку 10 айку на айку z8 с у него там тоже по моему 600 было но он правда вышел почти год назад мультитач отрабатывал лучше сейчас 10 пальцев он ловит если говорить про стресс-тест никакие стресс-тесты и все остальное мне не понадобилось проходить в этом как его называют в морозилке он прошел все сам свободненько без всяких морозилок если говорить про стерео я уже говорил что здесь стерео я уже говорил что здесь а вот на получается 10 секунд но меня напрягает сейчас я вам покажу какая история мы сейчас ее как раз и проверим а я опять же смотрел про автономность у народа и меня как-то удивило что у них там все оказалось хорошо вот это вот цифра в писемарке 7 часов 19 минут свидетельствует котлета про у меня он на руках чем чаще ты вспоминаешь про о по find x7 тем позже я сделаю обзор у меня такая рефлексивная психология давай мы договоримся я его сделаю когда я его сделаю потому что мне надо прогнать пока после пока у меня будет по-любому либо любя либо ультра но скорее всего о по find x7 ультра потом будет нубе а потом если не или sony или самсунге или вот как раз и к 7 вот опять же вы все это увидите не забывайте поражать лайк огромное спасибо всем кто пришел я надеюсь что подобный контент вам будет интересен и полезен будет полезен и интересен мы будем продолжать банки будет не полезен и интересен этот банкет закончим и никаких стримах я проводить не буду мне принципе неплохо и на обзорах живется я уверен что после стрима кто-то не идет смотреть обзор от и чистой воды математика то есть кто-то смотрит видит что здесь все плохо и потом не идет смотреть обзор от этого канал страдает надеюсь он страдать не будет надеюсь что вы все будете смотреть до котлета самое главное что тебя должно интересовать что я его купил я закончу вот с этими вот смартфонами потом я уже буду планировать и мне сейчас еще придут сяоми все сяомишные смартфоны в глобалке купил их там 6 моделей или 5 и распакую вместе с ними о папа индекс 7 и дальше буду уже с ним танцевать кстати у соньки напоминаю 4k 120 fps появился и меня это все не интересует лишь объясню почему смотрите мы сейчас включаем сначала мониторинг процессов и потом мы зайдем в геншин средней настройки потому что я где-то слышал 45 fps на средних настройках в геншине и я прям хочу это увидеть если мы это увидим то этот смарт круче чем о папа индекс 6 про потому что по файндекс 6 про ой пока пока x6 про у нас на 13 минуте сказал до свидания со средними настройками и и они с высокими и 45 fps он почти не держал там подержал перегрелся и и забылся потребление энергии сейчас включаем фрейм монитор и все мы готовы никаких параллельно твиче я включать не буду потому что у народа горит что 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 такое почему ну давайте вот разделим что здесь у нас будут игровые тесты вы все видите в реальном в режиме реального времени я думаю что этого будет достаточно так мне кажется что здесь нужно дополнительное освещение на игровой тест да и тогда все будет намного лучше по картинке а разумеется сейчас переключу все это дело так а зачем я по мне стоит включаю не стоит не нужен при том что я уже врубал геншин то есть он должен сразу засечь как он быстро будет у нас загружаться так как он шустрый парень все еще ван класс у меня не не умер но я все еще не знаю что мы будем делать с продавцом я открыл спор на али он не написал что он там учится как разблокировать это из 3 то же самое кстати касается скорее всего ринге g5 про будьте внимательны если будете приобретать как думаешь почему его победили тогда кого победили и вот опять уже нет ну друзья вы не хотите еще раз я же никого не тяну на стрим если вы пришли огромное вам спасибо мы же можем просто пообщаться экран разумеется не лтп ну а моледовский 64 мегапикселя такое себе увидите фотки такие себе видео такие себе борьба с шин такой же pr как нет ну посмотрим включаем геншин пока ничего не делаем геншин и мы перед пока у нас 35 5 температура в геншине мы что сделаем включим средние настройки 45 fps все как говорили на ютюбе и если все будет в огне ну хорошо если все не в огне то сделаем вывод что нельзя на средних играть я сомневаюсь что на 600 тысяч баллов в antutu можно на геншине особо люто разойтись на средних настройках при 45 fps но я могу ошибаться вообще для этого мы проводим стрим то есть я сейчас не проверяют свои утверждения просто проверяю как все это дело может отрабатывать вот вот сейчас мы увидели что за 40 секунд это дело может спокойненько нас запуститься после этого мы выставляем раз два три аудио есть настройки какие нам предлагали средний до графика средние настройки и разумеется 45 fps которые кто-то там нам обещал потому что средние 45 он держит 45 fps 15 минут ну все 45 fps есть или нет мы сейчас увидим я не вижу 45 fps вообще как-то все плохо наверное надо еще один счетчик выставит пусть будет большой надо кстати засечь что уже начал бедный учиться а мы не засекли до сброс старт все секундомер пошел у нас 87 процентов запомнили 87 процентов пусть он чуть чуть раньше начался не критично все и что ж такое для разрабов приложение потребление энергии ну давайте здесь еще ну все все мы можем начать играть он даже не вылетел даже не вылетел но это ему не помогло связь сервером он потерял будем смотреть если не вылетит он мало молодец он не вылетел то есть смарт не вылетел но уже 36 время пошло если 10 минут так кто-нибудь видит грамм так 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 как-то надо посмотреть чтобы вам было удобно все видят или нет сейчас я проверю через другой стрим не забываем про жать лайк надеюсь что подобный контент вам полезен неиграбельный фризинг геншин но пока еще нет пока мы играем одну минуту я скажу вам через сколько он начнет люто фризить если начнет может он не начнет ну так тач работал плохо давайте я через какое-то время дам ему минутки 3 все фриз 1 но опять же мы потом уйдем на минималке как только я увижу что ему совсем плохо мы уйдем на минималке лучше ничего не начал xx6 стоил на самом низком ценники три дня назад у меня в телеге я скидывал 19 ровно сколько он сейчас стоит я не знаю в час 21 вроде бы с это там скидон висит не знаю насколько он смысл имеет скидон так что у нас только что-нибудь какие задачи есть надо в борьбу в заруб какой-нибудь вписаться правильно ну пока пока стачем какая-то бутей но не сильно как мне писали это вообще все заводская пленка ты неправильно тестируешь надо пленку переклеить то есть уже вариантов почему все плохо и начиная с брака заканчивая пленкой так и вот пока все норм по ппсм вы сами все видите если кто-то там видит 45 ну хорошо я там 45 не вижу я вижу здесь просадки до 30 сразу но опять же мы еще толком не играли пока 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 играбельно то есть то что там пару фризов было это несерьезно я не хочу хитро говорить вот там через 10 минут все еще еще лютый под фриз то что что-то будет хотя опять же у нас же snap этого мне так а что чего удивляться если на снеге все будет норм я допустим не удивлен так и я даже зла что это такое было что-то за взрыв был озвучивает то что мы видим а что там вы видите что все хорошо ну 3540 фпс он держит играем мы уже сейчас я вам скажу 4 минуты 4 минуты ну не 45 но 38 он держит и к нему претензии могут быть тихо так были небольшие у меня претензии в первые одну час потачу но но они не такие лютые просто немного претензий пока все сходится реально там 15 минут ну не на 40 фпс на 30 фпс на средних можно пять минут точно поиграть понимаете что я буду только рад если smart отработает достойную потому что говорить что вот мы погоняли все от от вас эти вот он snap вместо мтк пусть даже скромненький подвисал его было но вообще совсем маленькая легкая даже хочу отметить что температура была 40 сейчас стало 39 9 то есть слегка до уменьшилась еще один что у нас еще интересного не забываем про жать лайк всем гена конечно согласен что гена конечно снэп американский о понеслась вы еще все здесь не русская вы про это хотите спросить или просто на фамилик татский серьезно куда youtube американские все вопросы закрывайте сжигаете в печи телефон и или вы надеюсь не к этому подвисалого тоже было у слезняка но не сильно слезняковая подвисалого и кстати температура чуть-чуть повысилась нет ну и черт с ними с этими 45 все равно хорошо всем о там этот тип еще него иммунитет так значит надо его долбить чем-то другими а не интересно долго друг друга или или нет или только меня долбить наверно только меня что-то там с иммунитетом у него опять и опять вот так вообще хорошо то есть мне больше нравится играть на этом чем на пока x6 про ну наверное может быть потому что у меня еще в голове типа ценника но все равно вот нет не чувствуя нагрева 41 41 градус как интересно да вот с двумя и наверное на этом и закончится у меня это попытка поиграть жесть типы жесть ухты ёшки вообще какая-то беда со всех сторон а он еще и набрал обратной энергии не 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 это надо уходить отсюда тебя с другой стороны я могу так бегать долго и все как как-то он еще не не это без перспективе еще два рассеивания надо уходить не моего ловла люди я 30 они 41 так насчет качество картинки здесь с 5 секунд свечом ой не свечом с картой захвата я разберусь вот она у меня лежит и мы на игрушке будем получше что не доделать в морозилка получше но пока все нормы пока у меня нет особых претензий 41 градус и лютых проседалов я не видел насчет фпс а ну единственная touch но он в игре не мешает вот только точно этом на какого называют так наверно стреляющего с начала типа 44 лава вот конечно не мой лава вообще не так надо уходить из этих окрестностей так вырубил его как-то справляюсь потихоньку если по фпс смотреть то 40 держит на 40 получается на какое время он разогрелся 10 минут он у нас прогрелся только до 41 градусов то есть мы играем еще пять минут и через пять минут я думаю можно заканчивать потому что все равно под гену вряд ли кто-то будет брать данный смартфон или кто-то будет планировать сам обзор завтра тут нечего обозревать довольно простенький смарт это не вот под подвисалого было не не попытка его обидеть но ничего тут такого особо гонять не надо по поводу чего условия разные вы хотите чтобы я драконил их 6 про так же как и 6 вас там все в порядке другу это не твой канал запомни помни канал и не смотри да тогда можно сразу его в окно выбрасывать у него 4к нету до 40 fps я бы взял под гену никита ну под гену это такое себе я конечно не ну тогда я погоняю его подольше в день если под гену 831 у меня час еще есть даже в разных условиях жарил каких разных ты же в разных условиях жарит короче администратор есть вот дима дима вы на бан номер один потом первый бан уже есть сегодня вы понимаете что разная категория товаров по стоимости друзья я вот сейчас все человечек ушел напоминаю что это даже не средний ценовой сегмент 190 долларов это бюджетник просто бюджетник недорогой бюджетник и у меня нет мысли мысли и миссии захейтить устройство в обогни устаете мы будем гонять его по максималке все все вот сейчас пошел лютейший фриз получается проседалова пошло и он ушел в 30 fps как раз через 13 минут то есть принципе 10-15 минут играть можно на каких настройках и под лагивание пошли легкие ну и он разумеется разогрелся конечно неприлично уже надо как-то будет его охладить перед тем как в папке гонять до про фриз его не вообще лю ну не лютая ночи такие серьезные пошли touch тут даже не в touch и дело наверно в менюхе все он предлагает мне переходить в performance режим или напоминаю что мы без игрового режима сейчас его мучаем игровой режим я оставил для папка не устает а потому что все таки для гена это слабоватенький смартфон можете со мной не согласиться что я здесь плавности не вижу я здесь вижу меньше плавности вот сейчас когда играю чем в графике то есть у меня ощущение вот про фрезер прям лютая неприятный нет кайфа вообще никакого играть это не 30 fps даже вот кто в курсе когда выйдет f6 он уже вышел посмотрите на рэд микс к 70 или к 70 про скорее всего это и будет пока f6 они сейчас все поймут сколько по максимуму могут в китае продать их этих рэд миков и выгрузит этот чему-то 201 миллисекунда не прямо почему ну ладно вообще есть о все это уже карта это уже то это уже touch это уже touch через 15 минут начал touch про это погибать в папке мы будем гонять его производительном режиме здесь кстати нужно уже оценить 15 минут и было восемьдесят семь процентов стало восемьдесят один шесть мин 24 процента в час он будет есть но опять же если он останется тех же условиях по скорости лёжки 48 лаву ну зато не хотя бы фриз против огонь против воды точнее против льда есть шанс тихо лучше одного маленького убедить а потом уже большим разбираться так айку на дз нет подождите у меня была формулировка не айку или этот у меня была формулировка что если у вас есть айку z8 то смысла в этом девайсе я не вижу и вы не сравнивайте кому-то нужен amoled кому-то нужно и ps правильно у нас z8 x и z8 оба на айпесе посмотрите по моему оба на на и пейсе были нет поправьте меня пожалуйста ухты ёшки это подставился сам а то есть он взорвался и меня накрыла запечатан сорок один и шесть играть по тачу ну вообще него не камильфо так то есть то что вы видите не отражает фризов призов больше призов больше хотя если он чуть-чуть так еще что ты прям протягиваешь пока их 6 про нагрев фарфор на 39 и touch отваливается touch отваливается потому что вот как здесь touch начинает глючить потому что он уже перегрелся все все довольно просто и у вас также игры пишите проблемы чтобы люди об этом знали люди вам будут благодарны и плюс помимо этого вы еще и сможете принципе может быть найти а игровой режим не помогает какое-то решение все я думаю нужно заканчивать с геншином если на минимальных настройках можно играть на средних вот это вот мучение это не тот touch с которым я бы хотел играть у вас может быть другое мнение так стоп старт где старт 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 ok стоп здесь мне этого хватит мы сейчас подождем минуток пять хорошо а потом пойдем вниз ты мне уже холодно холодно это 16 градусов ошибись так порекомендую телефон для обычного использования сейчас я переключу у меня есть топа на канале вот когда их обновлю я не знаю феврале наверное уже надо обновлять да 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 это не в touch и дело это скорее всего мобильник просто перегревается и все на 8 бэндов не бэнда не все по-моему на 8 20 бэнда нет хотя опять же вот смотрите есть армия подписчиков которые хейтит за то что я упоминаю бэнда они говорят нам бэнда не нужны там допустим есть 7 все я 20 нигде не видел а другая армия говорит что вот у меня без 20 бэнда вообще между двух городов живу на трассе утрированную постоянно катаюсь и никак мне кажется что большая частность это люди у которых 20 бэн нужен ну что 7 до 3 дамы 20 не забываем про жать лайк всем огромное спасибо кто пришел народ наверное ошалел два дня подряд стримы snap в x6 в итоге про стабильность пока пока я не знаю наверное больше больше да он более стабильным лучевому на 41 градус разогрелись но мы единственное сейчас еще войдем в папа не стоит в режиме ускорения играем или нет пишите ри стрим презентации рим не 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 они меня забанят вы чего мне уже не писали там поменялся менеджер правила как были я не хочу они говорить я куплю риме потом и расскажу вам они сразу я могу сказать вам что это over price over price который пытается запихать вам смартфон я смотрел уже про них и обзоры и читал они пытаются обыграть что у них шикарный телевик относительно других смартов при том вы сможете купить старенькие флагманы и средники которые будут рвать этот смартфон но об этом вначале вы не узнаете по-любому потому что так надо вот и ценник у них будет космос не говоря уже локальных ценах в рф но и на ли с ускорением без без негатива линк вообще качество стрима не очень у тебя нужно бс на крутить битрейта а может сказать как у меня вот сейчас у бс к показывает 60 fps и 10 10 тысяч килобит в секунду килобайт то есть прошлые разы стрим был лучше или нет я не знаю почему такая беда ну вот сегодня так может быть из-за оптики может быть из-за освещения кстати вот папа он еще и не понял что у меня лицо в очках вы не видели мои старые стримы вообще сейчас вот я специально купил zv я не знаю где мне еще что на если кто-то порекомендует типа который может настраивать трансляции а у меня стоит наименьшая задержка стандартная задержка можно выставить кстати у меня приоритет по моему стоит не в качестве а приоритет у меня стоит трансляция приоритет в а нет высокое качество нет это записи вывод медленное хорошее качество самое медленное лучшее качество ну давайте вот так предустановки кодировщика я выставил лучшее качество может быть от этого что-то поменяется каким кодеком пользуешься вела ванна сейчас скажу трансляция вывод аппаратный nv nc h 264 могу битрейт выше еще поставить чем 10000 килобайт что еще выше битрейт поставить нет можем кстати в режиме онлайн же это менять дело не в камере ну да если запустить завтра твой стрим сразу же после окончания основного а3 умер бася пупкина что вы хотите узнать я же говорю что повторяю что я считаю что у них уже смартфоны идут вот то что я знаю какая у тебя в видеокарта 4080 урок 80 по моему было 4080 а идущийся открою у меня 13 intel i5 1360 а видяха это процессор диспетчер устройства открою проще так видеодавтеры 4080 до geforce of sky rtx можно битрейт выставлю выше давайте я поставлю 15000 хотя он у меня автоматом смотрел ну давайте 15 тысяч килобайт секунду может так потянет посмотрим главное чтобы не вылетел потому что я у себя в боясь и вижу очуменную качество качество картинку но что вы видите что видите вы это видите вы может быть единственно еще свет выключу принципе отдохнул и мы можем уже начинать его мучить правильно я через обе стримлю ага через н век но час получше картинка стала или нет я выставил битрейт на 10000 могу на 20 выставить давайте на 20 выставлю по логике максимум я знаю что можно 2к разрешение ставить с таким железом вот понятия не имею как это настраивается уже шесть лет это еще неплохая картинка для стрима у меня не забываем поражать лайк в общем решили что это дело 24 процента есть примерно в день и на средних настройках но играть боль то есть надо играть на минимальных 34 граду 33 градуса норм минут 40 поиграем в папку и на этом закончим потому что повторяюсь особо пикселей теперь не сыпется то есть можно выше битрейт выставлять да ну давайте попробуем еще выше давайте 25000 понятия не имею что из этого выйдет но это неважно почему потому что нам надо кстати даже здесь получше все 20 ноль фпс вы видели сколько фпс ки было на гене гене так 100 чем не беда ведь я все скачивал и давайте еще раз докачаю я получается не скачалась что ли половину очиметь ладно лучше скачать сразу все чтобы он потом не жрала ресурсов еще hd текстура будем на максималках его гонять или нет или пожалеем и не пишите мне что я не планировал я планировал я был уверен что его скачал я профану предположу что хороший свет на лицо надо сделать картинка как съемка в полумраке окей мне кажется будет пересвет или надо наверно поменьше убьется целая команда чуваков которые шарик у него конечно надо равняться хорошем смысле но 25 25000 выдает пожалей телефон не игровой вот я тоже так думаю на максималках дальше какие еще предложения какие у вас предложения как мы будем мучить его не забываем про жать лайк огромное спасибо всем кто пришел это пока и 6 насколько он хорош если смысл обращать на него внимание и стоит ли он вообще своих денег мы сейчас пытаемся решить но пока 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 плохо решается у нас потому что он у меня грузит грузит все пусть грузит можно как раз пообщаться пока какие телефоны сам предполагать какие телефоны сам предложат настройки так мучить пум-пум у меня гигабит по кабелю вася пупкин 25 килобайт я выставил сейчас и я думаю что сейчас должна быть картинка получше получше картинка же или нет могу выставить принципе 30 мегабайт в секунду килобайт 30 тысяч килобайт секунду до первого дымка нет так не работает какой смысл тестить на слабых настроить настройках скинуть всегда на средних нет ну вот смотрите кто-нибудь приобрел этот смартфон кто-то планирует его гонять или нет на средних чтобы поиграть в кайф не с визами gm turbo или давайте плюсик плюсик ставим если гейм turbo тестим youtube плюсяк ставим и второй плюсик ставим если тестим на максимальных настройках если без гм turbo и без максимальных настройках 2 достроек 2 минуса если плюс минус это максимальные настройки но без г 71 turbo 25 мегабит до вот час уже 25 25 тысяч килобайт секунду мегабит мегабит секунду на вообще могу 50 выставить лучше картинка ну давайте экспериментировать я могу и выше потому что и на это позволяет ну все 40 плюс 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 минус плюс минус плюс минус плюс плюс я жду прогон м6 про понятно минус минус плюс плюс так что м м6 про мы тоже гоняем как-то он совсем долго решил ну ладно пусть грузит настройках выставить 2к разрешение если битрейт оставить такой же потому что если телефон и все еще не хорошо то на мониторе смотрится печально я сейчас выставил битрейт 40000 чтобы выставить настройки 2к на выводе мне необходимо его вырубить а я этого делать не буду вот то есть соотношение сторон у меня сейчас 1080p 60fps и учитывая что она зеркалку но лицо должно быть норм ставь гигабит жду уже смарт лежит нет ттт антенна с минус минус плюс плюс минус плюс 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 минус ну пока вроде бы ничего качество нет конечно вообще мучения очень извиняюсь получается на м6 прошлый лет скачал я прям был уверен что скачал не там 6 про точно нет мы полчаса даже в этом погоняем и все мне тоже как-то надо еще делать обзоры на другие девайсы и чтобы их делать нужно их использовать средние turbo на средних давайте я так сделаю смотрите я выставлю 90 fps меня это интересует и средние настройки графики hd текстурами или без hd текстур 480 universal наверно вообще норм или нет как по звуку мне кстати показалось что резкий звук прошлый раз когда я делал может не отключить шумодак здесь или не отключать все он уже еле-еле тянет 40 килобайт гончаров привет всем еще раз огромное спасибо что пришли привет не забываем про жать лайк подписываться на канал рано или поздно на моем столе окажется телефон который вам необходим вы встретитесь с хейтерами этого девайса у меня на стриме прослушайте почему не стоит его покупать и возможно сэкономите себе время и средства вот спасибо потому что меня уже и хотели и звук решили хотя я кстати понял что z в 10 и это sony альфа это альфа это прям вообще зеркалочка то топ я ее может быть обзор одним кадром сделаю чтобы народ понимал примерно как это дело может отрабатывать спасибо огромное что зашли в выходной куда можно будет настройки скинуть плинт ты же мне уже писал по моему звук норм так ты писал что звук не очень с лицом все хорошо вот с камеры которые нас марк как-то мультова то есть я объясню почему потому что это canon вот эта камера которая мульновато и это canon который с видоискателя то есть захвата окна у меня он транслирует он не транслирует с картинки с камеры а захвата окна с видоискателя и топовая картинка здесь не будет но я пытался соньку вторую подключить я соньки две одновременно кбсу подключить почему-то не могу а по поводу этой камеры я ее буду наверно подрубать через карту захвата и тогда уже будет картинка притом карты захвата есть я и пользовался и вот мне только просто заняться надо но как-то мне лень не после лень нет времени выход вход это и психник ну принципе все просто если уже заказала что делать юлия семёновна я могу вас только поздравить если вы его заказали за 1019 отличная покупка почему вот сразу я я вообще чумею с этого интернета мы начали с чего с того что я сказал датчик приближения работает показал вам что он отлично работает один глюк у него был там из 30 после этого мы с вами не поверили что 15 минут можно в день и играть на средних играть можно минут 12 13 потом начинаются лютые фризы больше я проверять не собираюсь то есть на данный момент smart норм яркость он показывает лучшую чем пока x5 x6 про почему вы расстраиваться начали потому что увидели его у меня то есть если вы видите у меня на стриме смартфон у вас сразу пакет ассоциации и желание его продать до стрима и до обзора звук лучше чем на x6 про подкол засчитан так у нас температура 39 в порядке тогда смотрим во первых что он нам разрешит touch почему-то уже глючит уже глючит touch и ультра мы не будем выставлять hdr оставим разрешение графики текстуры и анимация смерти по умолчанию вот вот так мы оставим нагрю touch у меня уже начинает барахлить я не знаю почему хотя 39 градусов чего ему барах и вот вы видели сколько раз я нажимал вы не видели наверно в общем я много раз нажимал игре и так такая беда почему-то раньше была на мтк аж как а теперь на куалконе тоже запоминаем 76 процентов отыграли отыграем и может быть минуты так 3576 без game turbo с game turbo давайте быстро плюсы game turbo без минусов почему у него яркость лучше флинт а мы не задаем здесь вопросов мы ищем ответы ответ в том что сейчас яркость у него лучше чем у пока x6 про и выше и он ее не сбрасывают и к сожалению это показывает мой стрим для этого люди приходят на мой стрим для того чтобы посмотреть как себя аппараты ведут в одинаковых условиях или смотрят мои обзор вот если вам вы напишите нет друзья по поводу плюс игровой режим все врубаем чтобы было все честно touch touch все turbo врублен pps 22 до 20 115 вообще показать так если говорить про 57 почему 50 короче есть тут внутри игровой счетчик я ему доверяю вы кому хотите верьте даже не да что ж такое все все меня интересует температура здесь батареи и в остальном мы моментов как-нибудь перед пеппери это переживем сейчас посмотрим перекос капитальный на нижний динамик разумеется то есть это блюда и псевдо стерео 70 fps 60 fps 62 fps 90 fps здесь не будет точно game turbo без game turbo хотя вот он выровнял до 89 ну-ка 75 нет я не верю что он вытянет 63 turbo не turbo друзья дело было не в бабе не просто мы сидим в кабине самолеты сейчас так стримы топ явно лучше чем было если поставить 2к и решить проблему с картой захвата то все будет норм хорошо подписывайтесь на канал и все будет я еще раз повторяюсь вот следующий стрим следующий стрим еще один стрим еще один стрим по о по по индекс 7 вот это вот прелесть можно старенький пока еще погонять будет посмотрим что на что он способен и вообще iphone 15 чего только мы можем не погонять намучить ну да лучше мучить уже уже готовым 90 fps показывает смотрите-ка посмотрим насколько его хватит мы запомнили до 76 процентов уже 75 секундомер включили айкуны у 9 конечно интереснее чем у папа индекс 6 про в рядом не валялся он это топов индекс 6 потому что в него 9 у нас ген 28 ген 2 пока решила сэкономить на x6 про и запихала туда 832 0 ультра который говорят никто не он вообще не допилен а в ридми к 70 ел он как давно уже продается в китае там этим 2 миллиардом китайцев игре очумею просто с этого народа маркетологов то ли у них общий как бы тенденции нет или их не обучили или чего 42 градуса уже очень быстро очень быстро он выбирает но посмотрим но зато мне никто теперь не скажет что друг какого-то вот самая любимая тема у продавцов друг ты какого-то черта не игровой режим включил потом какие еще темы ну вот так в основном игровой режимов а еще что twitch прям много забирает ну посмотрим как он без игрового без твича где мне что-нибудь полезную там чувак лутаются ну вот разбивание окон пошло не хочу вот так все все фпс 73 touch липкий я не знаю как вам объяснить папа а да чуть-чуть и надо было реагировать вместо того чтобы вот это вот заниматься непонятно чем дымит уже ну уже вот может не будем мучить при 58 ппс уже 43 градуса есть смысл нет ставим плюсики если заканчивать этот банкета менять графику и понять что 90 фпс мы здесь не увидим на средних и настройках но сожди или гоняем гоняем прямо пока я не начну ныть что потому что уже touch глючит пять минут прошло но у меня есть y700 почему я довольно какие новые планшеты мы уже по обозревали все xiaomi мы вся по обозревали вы имеете на прожарках но мы сейчас если наберу не знаю там 10000 подписчиков мы можем и ноутбуки так жарить вопрос просто в на том в том насколько интернету интересно в принципе такая тема насколько люди хотят приходить общаться в моей компании меня ты никуда со стрима не денешь и если это будет большое количество то этому буду уделять большими времени если будет небольшое и мне будет смысла больше делать только обзоры то буду делать только обзора все очень просто все как у всех так брони нету броня есть маленькая и все типов какой-то идет ко мне классическим образом не попался этот fps 60 ну пусть мучается 43 что там еще три минуты что три минуты снижаем universal но давайте еще три минуты по помощи ну ладно но дать уже не не прям мрачный но печальный так а что у нас лучше люблю что у нас на я звоню все да надо карту захвата подключать потому что все таки 74 человека в незапланированном стриме я думаю что это огромное спасибо всем кто пришел это прям большое количество для меня потому что то же самое когда мы делали на это вещи приходило 10 12 человек люди с youtube это люди с youtube от вич это все таки про больше молодежь и больше развлечения но здесь тоже определенного рода развлечения правда к такой себе так мы там уже бегали можно те два залутать потом залутаем соседей поступать или что пока все мрачно это было другой пулемет на взять что-то вторым надеюсь взять какую-нибудь штуку с оптикой вообще 2 лаву чего-нибудь броня или каска хоть что-нибудь 43 6 опять же ко всему привыкаешь вчера гонял смартфон он там разогрелся недопонятно непонятно до чего и сейчас такой ну вроде норм там чуть-чуть горяченький все познаются в сравнении не только критичную так и есть работает жену touch сейчас не сильно глючит touch на приноровился так местами местами тебя слышно до 1 2 3 все . нужно для улучшалки взять куда-то летит какая-то штука так здесь зовут она папа папа хорош вот он и был залутанный так сбрасываем что у нас 10 минут 72 было 76 4 процента 24 процента в час примерно или продолжаем мучить также и будем смотреть что он может вела валар почему 100 из них продаваны были ну было нормально еще раз x6 про более интересная модель чем язык 6 давайте будем объективную алекс я рад хейтером еще кому-то пусть даже на личности переходят просто опять же они сами дурачки они но по-другому не сказать подкидывают идеи как им еще показать что вот вот проблема хотя с другой стороны им безумно благодарен сейчас он прогрузит все подготовка и понеслась короче как говорят блогеры и за 6 лет блогинга я это подтверждаю что лучший зритель это хейтер потому что все остальные будут приходить когда им что-то надо когда у них есть время еще что-то а если человек одержим тем что ты он тебя ненавидит он к тебе приходить постоянно годами просто вот поэтому во всем этом есть свои плюсы станислав кстати да да это было реально диму вайпер я в жизни не подумал что у него есть время смотреть прямо они иногда тебя заводят так это хорошо но опять же вот эти все штуки которые в жизни случаются негативные они же по большому счету для чего нужны для того чтобы вас мотивировать то есть если они меня завели хорошо они получили в итоге 5 обзоров суммарно на этот бедный пока их 6 про и ни один из них я не назову супер позитивным после которого человек который не разбирается в смартфонах побежит его покупать большинство людей после моих обзоров пойдут и будут разбираться нужен им такой смарт или нет вот до ночи ног че да но с одной стороны с другой если допустим при моем объеме контента я их всех баню мне тихий хейтер нужен потому что читать негатив ну вот смысл мне человека читать который мне во всех каналах пишет я ненавижу улыбку этого осла то есть взрослые люди разговариваем про железки у меня вообще межличностных обсуждений здесь нету прибегать и обсуждать личность но это странно это странно и такие люди конечно не нужны люди которые пишут что я не прав и железка лучше на самом деле говорят вот посмотри таким образом ну я думаю что у меня какие-то зрители же также думают просто они не пишут и они подкидывают идеи каким образом еще тестировать эти смартфоны поэтому во всех есть свои плюсы вот в общем лицо уже нормально стримится до юра битрейт стрима что битрейт стрима дима да дима нежданчиком залетел я с ним в жизни не переписывался распаковкой да хотя так понял один из стримов распаковка реально он приходил просто у него другой аккаунт есть еще наверное либо его админ чем не неважно и потому что я так и не понял и я забыл я сегодня просто увидел что у него новое логов у телеги нет ночи за упоминание любых видов политики у меня бан на канале у на у меня нет я ни во что не верю точнее я верю во все религии сразу чтобы никого не оскорбить но мы не обсуждаем религии политику и все и историю тоже не обсуждаем только если я очень хочу чем-то поделиться это другие каналы юлия семёнов да и мне у меня нет комплексов я говорю что лишняя информация которая не разгоняет ролик то есть разгон ролика это любая техническая информация там он врет про pfps или там еще что то еще что то есть какая-то информация которая мне нужна для того чтобы делать стримы либо люди приходят что за шлаковый стрим там ужасная картинка я реально об этом начинаю задумываться не знаю сегодня мне в личке не в личке а в телеге взаимопомощи фил написал что ха 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 все равно на iphone будешь под съем и делать я пошел на x6 про сделал под съем на сонику вот все эти штуки это мотивашка насколько хорошим будет этот подсъем мы уже увидим завтра мне еще и игорь посмотрит то что я в итоге получил но вот на на альфу я могу подснимать я не могу подснимать на 5 секунд на sony fx3 вот я там типа видел вы тоже видели и при том что похоже что он реальный тип то есть все ну и 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 Ну что ж такое, тут еще и здесь бот этот, угу, не бот, потому что, опа. ППС, так как, лютует. Опа, видели его? Опа, еще и здесь, еще и бот здесь прибежал. Что такое? Зато вторые уровни принес мне всего чего. Ага, он решил вернуться, его снял кто-то с винтовки. Забавно было. Так, 44 градуса температура, сейчас тачим у меня нет претензий, но руки потеют, конечно, чуть-чуть, опять же чуть-чуть. Я вижу, типа, вот он бежит. Есть. Я был хорош. Как мы долго друг друга выслеживали, да? Я, наверное, зря его вынес, что он был норм, но, как говорится, когда входишь в фраж. Здесь должен был остаться только один. Мы слишком долго вместе бегали здесь. Тем более он еще успеет дрогнуться. Так, что у нас еще интересного? Что сегодня новенького? Лайкосик поставил. Сегодня Poco X6. Кстати, он сбросил неяркость, а температуру до 43 и 9. И мы забыли, знаете что? Ну вот в пылу игры забыли измерять яркость. У меня нет ощущения, что он сильно сбросил. У меня есть ощущение, что он чуть-чуть сбросил. И что у меня вынесут. Но будем надеяться, что нет. Да. Это чуть-чуть до 430. 430 люксов ночью играть можно. То есть я не так сильно ощущаю. Напоминаю, что в X6 Pro у нас сбрасывал аж до трех сотен люксов. И это было неиграбельно. Здесь у нас 400 люксов и норм. Хотя иногда Poco X6 Pro сбрасывал у нас до шести сотен. Не забываем про жать лайк. Я еще поиграю минут 15. Не больше. Максимум. 15. И я думаю этого хватит. на X3 Pro играю в танки. Во что играть не такие настройки. Все норм. Ну, мы сейчас не рассуждаем по поводу смысла, друзья. В этом-то и вот у кого есть идея какая-то, те молодцы. И вот какой смысл мне на низких настройках что-то тестировать, когда люди опять же приобретают и думают, я буду играть в PUBG на 90 FPS. Мы уже видим, что на 90 FPS в PUBG человек играть не будет. Потому что максимум показывает с самого начала 60 даже в турбо-режиме. Не на максимальных настройках. Это раз. А два мы понимаем, что если человек планирует играть на яркости хотя бы люксов 600, это три четверти от того, что дает этот смартфон. У него это тоже не получится. Вот так поступательно мы, в принципе, приходим к тому, что можно ожидать от смартфона. Понятно, что у вас могут быть потребности из разряда просто позвонить. Но блогер-то на то и блогер для того, чтобы проверить чуть-чуть больше, чтобы всем ответить на вопросы. Юра битрейт настройки вывода ОБС 2023. Как настроить ОБС? С чего, Альберт? Сформулируй. Ну, у меня у Соньки вот сейчас лицо норм. Он автоматически все подстраивает. Но у меня он автоматически выставил битрейт в 10000. Вот я сейчас выставил 40000 и с лицом все в порядке стало. По мне. Может, я не прав. Слышу типов. Может, это я и был. Мне, кстати, один раз было, что я бежал и меня реально раздолбало. Вот так вот ракетой. Недавно. Он даже на стриме. Не на стриме. На стриме не было. Так, ну что у нас по температуре 44,1? Терпимо. Видали мы и лучше, но и это неплохо. Опа! Зона опять... Да что ж такое? Сколько можно-то? Потом выпили. Еще и бежать, наверное, когда Китая, да? Да, еще побежать, когда Китая просто. Ладно. Там еще человек дропнулся где-то. Но не успели его вынести. Как у кого дела, не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Я понимаю, что два стрима слишком много. Может быть, завтра не будет стрима. Потому что будет. В связи с того, сколько посмотрит этот стрим людей. Вот. Но следующий, наверное, на пока м6 пробует. Под фриз был. 53, 59, 60 ппс. Вот в этом районе, диапазоне. Я вижу фпс. Где-то что-то летит. Как будто голова на 360, да, вертится. А она не вертится. Так. И... Все. Я не в топку. В топку я так и знал. Что там будет типок. Я так и знал, что там будет типок. Угу. Так интересно он выстрелил и свалил. не особо он был в себе уверен. Ну ладно. Не очень-то с ними и хотелось разбираться. Чем дольше выживем, тем дольше сможем понять, как в этих катках. 44,9. Ну давайте я все равно подожду, когда будет 45. пока я не вижу, чтобы он ниже чем 400 люксов выставил яркость. Если еще сбросить, я вам скажу. Или проверю после катки. Это по глубже в зону. Подфризивания такие. Моментами не особо приятно. Опа. Ага. Ох ты ёшки. сзади и еще и спереди отовсюду короче еще и сзади оттуда откуда не вижу как откуда-то оттуда прямо совсем издалека да все топку не хочу перестреливался здесь когда у меня видит а я его нет у кого риме китаец ребят все нормально можно брать какой именно риме уточни у ребят gt5 pro который может быть заблочен а на склад нарвался ну зато мы 25 минут отыграли можно как раз посмотреть потом яркость не потом а сейчас пока пока меня там выносят либо поднимают на сомневаюсь что меня поднимают может быть она даже вернулась чуть-чуть нет не вернулась 380 люксов не все печально но и не все волшебно как говорится все он поднял меня нет он убивает вы пошли не в топку 26 минут еще восемь минут отыграю touch жарко ему тяжело смарту прям с этим дачу но в игре было норм хочу отметить конди не работает мне холодно алекс окей я включу но я кстати вчера реально уже кашлял потому что чтобы брать что 16 градусов у меня в рублю у меня реально холодно не забываем прожать лайк кто зашел с е продавец разбудни тоже разблочили из 3 он до сих пор заблочен кому как везет как говорится да у всех свой фарт меня какой-то плохой фарт получился плохофар сам пошутил папу сам посмеялся из интересного мне еще кстати ну вот вся у мишки все идут главное у них не запутаться риме такой сяоми а какой у меня уже лежит 8 pro asus хотите ли вы завтра asus на стриме а 8 pro я даже готов 2 сделать стрима по поводу него давайте уговаривайте меня я знаю что вы хотите кто хочет asus 8 pro на стриме прям чтоб аж переобкатать его я этого человека denis мне придется если еще раз вспомните его мне придется вас забанить почему я потом вам объясню я пока просто удалю а это как бы сформулировать я не буду формулировать вот смотрите я могу сказать что не знаю там честный блок айш оперц даже мобил телефон который красит свои примеры роликов вид видео в роликах или не знаю там ну тем более распаковка 2 паковка дима вайпер разведки это беги разумеется вился разумеется droider это все блогера техно блогера там хмурщик кто еще у нас а то что вы вспоминаете это не техно блогера ну то есть я знаю двух типов через которые у которых у меня очень хотели купить рекламу у меня не там через все агентства пытаются у техно блогеров настоящих закупить рекламу но как-то пока не особо получается не единиц ничего просто это говорю это два разных лагеря вот мы в одном лагере окей там по мнению большинства там я не в их лагере еще что-то на те кто делают обзоры это обзора те кто делают не обзоры это не обзора и понятно что хочется павел я в долларах брал я не помню то есть я потом расскажу покажу я знаю что восьмерка мне вышло в 650 баксов обычную вот ну и как прошел телефон испытанию ночи ну пока да пока все хорошо можно играть ну понятно что нельзя играть на 90 фпс понятно что максимум 60 понятно что будет touch глючить понятно что перегрев и поедание батарея но кстати мы можем уже заценить 66 было 76 10 процентов в час он ест но чуть-чуть нет этого супер кайфа но все равно алекс крис да нет ни проблемы сейчас если мне холодно опять станет я включу выключил кандиеву холодно тут как температура холодно холодно я в следующий раз буду в кудиске а я сейчас один как раз я кстати об этом думал что мне на стримчик этот пенчатском может стать холод я не видел бешеной радости по поводу азусов где она кстати он у меня уже два дня как лежит на не на таможне а здесь и надо его забрать но мне кажется мне придется за него таможней баксов 300 выплатить я не уверен но вот так мне кажется надо завтра с утра не забыть и съездить потому что мне уже сказали что все плохо из с почтой не так все просто и меня после того как я скажу за сколько я взял азус крошку мне кажется подписчики не подписчики а хейтера сожрут съедят с потрохами мне больше всего нравится эта тема типа ноешь но у меня вообще все отлично то есть если вы думаете что хоть один из этих смартфонов у меня была проблема взять у либо продавца либо у какого-нибудь там аля магазина или производителя да не все разумеется то вы очень сильно ошибаетесь посмотрите нас 82 человека в онлайне учитывая мою целевую аудиторию а это люди которые интересуются гаджетами воскресенье на незапланированный стрим по поводу железки которые уже все обозревали которая начала продаваться аж две недели назад то есть это вообще не новинка папа кто-то бегает я прям вибро ощущаю ощущаю вибро вибро вот я вибро ощущала типа не видел вот короче это много людей огромное спасибо что вы приходите очень много кстати у меня предложение топах оказаться ну у людей вообще кукушки нету просто мы хотим оказаться в топах но они вот ну вот и спрашивают хоть каких случаях у меня негативное отношение вот в этих случаях то есть если мне кто-то пишет либо либо вот мы не хотим шить рекламу мы хотим рекламу но без шильдика реклама то есть вот в этих случаях у меня к брендам начинается негативное отношение у пока такого не было кстати никогда а huawei привет пламенный многолетний вот спойлер вам без имен просто к вопросу почему их не покупаю или покупаю редко без гуглов бесит хотя опять же часы наушники все их покупаю все всегда аксессуары мега топ и даже ультра ой не ультра как вам мэй 90 ешки да хватит меня убивать то я еще не не залутался еще смотрите так усиленно просто основной облом в том что у меня нет каски ну что он решится бежать на ее кто кого пересидит меня брони нет я туда не пойду или пойду идти или не идти четко увидеть в костюме классики хорошо и так рубашка уже надеваю на обзор броня хоть какая-нибудь броня нету брони где что ж такое то есть и так вижу я просто с ума сходил да я просто был молодец так к чему это все плавые нормальное устройство не делает потому что плавые никогда никому не хочет говорить что у него отсутствует google сервиса плавые делает грязь и как продают их в магазинах мне продавцы уже писали не один что есть люди которые просто не говорят что будет проблемы с сервисами все говорят что будет все хорошо и примерно такая вот такое же отношение у них к обзорам если вспоминать о норы то посмотрите что с он ор 90 у которого там просто ни о чем за космический ценник и как-то же их печали а к чему это все потому что надо заканчивать 36 минут в принципе 63 процента это моя история у всех может быть другая у кого-то x6 про 60fps выдает в геншин импакт я говорю у всех своя история вот и у всех свои девайсы я допускаю что мне постоянно приходит устройство с браком для этого я показываю вам какие у меня бракованные устройства чтобы иметь возможность поделиться до насчет классики всего остального давайте мы дойдем до уровня чтобы у меня были приличные через карту захвата стримы с хорошим качеством и в тот счастливый момент когда у меня будут стримы с хорошим качеством мы сможем так 37 минут 63 процента 76 в общем в среднем 22 процентов по где стоите может он гонять на средних с 90 fps понятно 90 fps не увидеть но достойно так чуть-чуть отваливается насчет донейшина сейчас проверю я не знаю его не проверяю никогда только если говорят что что-то пыли прилетела пять секунд и отвечу и все и заканчиваем потому что я уже опаздываю везде завтра будет обзора пишите интересен ли обзор на asus вот и не знаю что мне с донейшином никогда не был стримером видите а к чему а к чему от чего шел чего не особо хотел к тому пришел довольно забавно вот и все девайсы интересны сегодня допустим можете посмотреть обзор на он рвот 4 китайской версии она отличается от 4 от четверки продумеется от тоже покупал и ну и что 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 это за бутинь меня не не загружается донейшин не входит о входит 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 не входит так и пока все норм пока до 4 часов утра суд что выбрать китай рилме или айку что сейчас с блоками айку без блоков я бы выбрал айку да понимаю что неправильно молчать про отсутствие сервисов мицак это неправильно это дно это прям но это также как не говорить допустим как с чего это все началось много лет назад с того что прислали часы а потом такие а ты не говорю что они там с двумя банками всего работают я написал запомните мои слова я буду вас еще долго вспоминать купил эти часы и сейчас я все покупаю сам от huawei у меня не было ничего это вот была у наша наша первая попытка все попытки после этого у них сводились именно вот к таким подобного рода диалогом делайте выводы возможно кому-то у них другие условия вот по поводу рилме я уверен что их будут пищать я уверен что своих денег они не стоят я буду смотреть какая будет цена на распродаже я и один черт их куплю и мы один черт их будем тестировать а все эти попытки продать что-то чисто за счет того что там появится телевик него даже без тестов для того чтобы сказать что если там будет ценник выше трех сотен долларов айку на его 9 до свидули уля уля вот серьезно их блокировками я говорю меня еще колбасит до сих пор что мы должны себе мозги взрывать по поводу рилме g5 pro и из 3 вот он заблокированный 12r будет у меня global очка вам спасибо за стрим насчет стабильнее или нет решать вам всегда мы с вами чем занимаемся мы проводим тесты железок у меня много опыта у подписчиков моих не меньше у хейтеров еще не меньше и вот суммарно опоссум дошла спасибо большое завтра приходи мы будем тестировать rock phone 9 pro если у меня все срастется с ним м6 про пока тестировать или нет на стриме я не уверен девайсу однозначно да он молодец лучше чем от 6